Глава семнадцатая. Неожиданный гость. Новый день начался как обычно. Мы только-только продрали глаза, слегка поплескались в душе и теперь лениво собирались к завтраку. Тигра, прокуролесившая полночи, возлежала на Таниных коленях с видом пай девочки, блаженно жмурясь и тихо мурлыча. Я, поминутно зевая, сидел за столом и скрепа наждак брусок прессованной туши. Внезапно в дверь постучали. — Входите открыто! — крикнула Таня. — Утро доброе, мои хорошие! — проворковала хозяйка, появляясь на пороге. — Никак только встали! — Ага. Эта шкодница носилась, как угорела, и постоянно пыталась выцарапать нас из-под одеяла, — пожаловалась феечка. — Потому и не выспались. — Понимаю, — улыбнула старушка, — в этом возрасте они как дети, совсем сладу нет. Вот помню Джессика, когда только летать выучилась, повадилась мне с потолка на голову прыгать. Вцепятся волосы всеми четырьмя лапами, и давай макушку вылизывать. Снять пытаешься, вопить начинает, когти в ход пускает. Так я все время с разодранной головой ходила, пока папочка не шил чепчик из плотной ткани. Мы, слышавшие эту историю раз тридцать, покорно внимали. Обижать хозяйку не хотелось. Она и так делала для нас слишком много. Но длительной беседы на сей раз не получилось. Полина Викторовна только-только собралась перейти от шкодницы Джессики к своему любимому барсику, как вдруг сплеснула руками. — Ой, да что это я в самом деле заболталась и совсем забыла, зачем пришла. — Господин вас какой-то спрашивает. Говорит, что пришел по важному делу. Будете встречаться или прогнать? Мы с Таней изумленно переглянулись. Кто бы это мог быть? — Да, конечно, зовите, — сказал я и, выбравшись из-за стола, сел в глубокое плетенное кресло, положив руку на крышку длинного ящика, стоящего рядом. В ящике лежал лучший мед. Достать его было делом нескольких секунд. — Может, это Крылов? — неуверенно предположила Таня, перекладывая котенка с колен на подушку и пряча нож под одеяло. — Возможно. Но что ему нужно? Послышались негромкие шаги, и в комнату вошел незнакомый мужчина средних лет. Был он высок, широкоплеч, быстр и порывист в движениях. На круглом приветливом лице сияла радостная улыбка. — Доброе утро, молодые люди. Надеюсь, не помешал. В этом случае приношу самые искренние извинения. — Все в порядке, присаживайтесь, — ответил я. — Благодарю. Гость сделал несколько шагов и одним резким движением опустился на стул. — Ваша милая хозяйка сказала, что вы еще спите, но я настоял на встрече. — Нет, все в порядке. — Отлично. Он нервно потер руки. — Позвольте представиться. Манцев Илья Харитонович. Прошу так сказать, любите жаловать. Странная манера гостя двигаться сразу бросилась в глаза. Казалось, что он вынужден постоянно контролировать себя, чтобы не делать слишком резких движений. Интересно. А я со стороны выгляжу таким же неуклюжим? — Надеюсь, вы не из комиссии нравственности. Нейтральным голосом поинтересовал Станя. — Что вы, конечно, нет. — рассмеялся Манцев. — В этом, с позволения сказать, органе заседают старые маразматики, лысые, беззубые и совершенно пустоголовые. Я не имею к ним никакого отношения. — Что ж, и на том спасибо. — натужно улыбнулась моя подруга. — Тогда позвольте узнать, чем обязаны столь ранним визитом. — Мне очень хочется пообщаться с вами, Тимур. Гость посмотрел в мою сторону. — Сначала пообщаться, а затем, быть может, и начать сотрудничать. — Надеюсь, вы, Татьяна, не будете против? — Откуда вы нас знаете? — резко спросил я. — Ну, несколько дней назад мне довелось присутствовать на приеме у Дожа Адамова, известного знатока искусств, решившего продемонстрировать свое новое приобретение, скульптурную композицию, разбитое сердце поэта. Мне стало смешно. Пришлось спешно закашляться. Мансов бросил в мою сторону внимательный взгляд, слегка улыбнулся и продолжил. Когда утихли восторги ценителей, я отвел хозяина в сторонку и поинтересовался именем автора. Этого, к сожалению, Руслан сказать не мог, но посоветовал спросить у Марата Гальперина, хозяина галереи «Голубая слеза». — Надеюсь, вы не один из его зайчиков? — насмешливо поинтересовала Станя. — Разумеется, нет, — смеялся гость. Похоже, его было непросто вывести из себя. Узнав у Марата адрес, я имел бурную беседу с хозяином вашей прежней квартиры. Он оказался весьма неприятным типом, грубым и невоспитанным. — Да вы просто сыщик, — меланхолично заметил я. С каждой минутой мне все меньше нравилась наша беседа. — Нет, что вы, просто любитель. Нового адреса этот тип не знал, зато не поленился сообщить, что вы, Тимур, покупали крылья в клинике Кюбарсепа. Мы с Семеном старые друзья, он дал мне всю необходимую информацию, после чего я и оказался здесь. — Все понятно. — Ну что, собственно, вам от нас нужно? Если хотите украсить дом оригинальной скульптурой, то ничем не могу помочь. Я завязал с воянием. — Правда? Жаль, очень жаль. — Надеюсь, вы все-таки передумаете. В этот момент тигра, решившая наконец-то познакомиться с гостем поближе, поднялась с места, грациозно потянулась в когтя подушку и, сделав один огромный прыжок, приземлилась на колени Манцева. Тот вздрогнул от неожиданности, но сразу расплылся в улыбке. Вот это зверюга! Ты кто, мальчик или девочка? Крылышки еще не прорезались? Знаете, Тимур, когда я в первый раз увидел летающую кошку, то чуть челюсть не потерял от изюмления. — Эй, уберите лучемет! Прошу вас! Он здесь совершенно лишний! — Или вы прекратите поясничать! — прошипел я сквозь сжатые зубы, кладя оружие на колени. — Или убирайтесь! Или я невозмутимо поднял бровь, иронично посмотрел на меня и холодно улыбнулся. — Спрячьте лучемет, юноша! Приношу извинения за небольшой спектакль, просто мне очень хотелось взглянуть на вашу реакцию. Как вы догадались, что я тиранен? Для аборигена вы слишком резко двигаетесь. Кроме того, я в свое время тоже изумился, увидев летающую кошку. — Все верно. Первые годы, пока у переселенцев еще работало взятое с земли научное оборудование, они использовали кошек в качестве подопытных животных, пытаясь решить проблему передачи симбионта наследственным путем. Ему удалось добиться того, что котята начали рождаться с крыльями. Но дальше этого дела не пошло. Приборы постепенно вышли из строя, закончились необходимые реактивы, а пополнить запасы было негде. — Вы знаете, за что их изгнали? — Да, мне позволили изучить старые хроники. Они были жителями закрытого научного города Арамиль, расположенного неподалеку от Екатеринбурга, столицы Уральской конфедеративной империи. Когда к власти в стране пришли религиозные фанатики, объявившие крестовый поход против извратителей божественного естества, горожанам предложили быструю смерть, вычищающим пламени вместе с семьями, или медленное умирание на урановых рудниках. Они выбрали третий путь, взявшись за оружие. Мятеж поддержали офицеры, расквартированные неподалеку мотострелковой бригадой и особый дивизион сил ПВО. Город окружал силовый барьер, имелась собственная электростанция, фабрика пищевых синтезаторов и независимые источники водоснабжения. Все попытки штурма провалились, а применить тактическое ядерное оружие рядом со столицей новые власти так и не решились. В конце концов, ученые, построив портал, открыли стабильный проход сюда. Планета была малопригодна для жизни, но выбирать не приходилось. А симбионты? Откуда они взялись? Насколько я понял, именно над их созданием и трудился Наукоград. Понятно, что в крылья те превратились только после того, как началась подготовка к исходу. Изначально они предназначались для других целей. Каких? Ну, разумеется, военных. Солдаты, оснащенные такими биологическими устройствами, должны были превратиться в настоящих суперменов. Есть мнение, что смена власти в конфедерации произошла не без помощи одной могущественной заокеанской державы, заинтересованной в срыве разработок. Впрочем, это только слухи. Очень интересно и познавательно, протянул я, ласково поглаживая ребристый ствол лучемета. Но, а собственно, вы кто такой? Не пора ли сообщить свои анкетные данные? О нас вы, похоже, знаете значительно больше, чем мы о вас. Я тиранский ученый, сбежавший... Или, вернее сказать, дезертировавший на Арамиль около трех лет назад. Точно сказать не могу. Давно сбился со счета, ведь здесь мне незачем пользоваться прежним календарем. Тот портал в подвале был сделан вами? Отчасти. Я возглавлял научную группу, которая трудилась над его созданием. Хотите узнать подробности? Естественно. Хорошо. Не вдаваясь в детали, скажу, что работу над собственным порталом тиране начали около двух сотен лет назад, после того, как окончательно убедились в том, что Земля не собирается делиться секретом. Для этих целей был построен научный центр Ястребова. Мы видели огромный серый дом, главный корпус, плюс многочисленные лаборатории, полигоны, жилые кампусы и прочее. Естественно, помимо работы над порталом, там шли и другие исследования. Понятно. За несколько лет до начала вторжения группа под руководством моего учителя, Вячеслава Измаденова, сумела переправить 3 миллиграмма вольфрама на поверхность планеты в соседней звездной системе. Это был грандиозный успех. У нас появилась надежда увидеть результаты труда еще при жизни. К сожалению, началась война. В неразберихе первых лет работу практически свернули, все ресурсы оказались брошены на создание цитадели. Над проектом продолжали трудиться всего несколько десятков человек, в том числе и ваш покорный слуга, возглавивший группу после того, как Измаденов отошел от дел. В конце концов, нам удалось пробить канал сквозь пространство и установить стабильный проход. Это был триумф. Но зачем вы проложили дорогу именно сюда? На самом деле, нашей целью была естественная земля, где мы надеялись получить помощь ресурсами и оружием. Увы, достигнуть материнской планеты так и не удалось. А перенастроить портал? К сожалению, это невозможно. Его можно открыть только один раз. А сделать новый? Тут требовалось пророу специального оборудования. Но все промышленные центры попали в руки чужих еще в самом начале войны. Мощностейцы Тадерии едва хватало на то, чтобы удовлетворить самые необходимые нужды. Где уж говорить о снабжении такого затратного проекта, как наш? Даже просто разобрать и вновь собрать портал мы не могли. Не имелось ни специалистов, ни времени. Но почему вы не попросили помощи у здешних жителей? А толку? Что они могли нам дать? Ресурса которых нет? Переправить сюда раненых и больных? Детей, наконец? Вот это другое дело. Высшие тузы из Совета обороны стали потихоньку обсуждать вопрос об эвакуации своих семей. Но пока шли споры, пал Ирнис. Равнину заполнили стаи. Бои шли буквально у самых стен центра. Для нас, по сути, это был конец. На эвакуацию отвели неделю. Но что можно успеть за семь дней? Собрать вещи? Додемонтировать оборудование, которое могло потом пригодиться в цитадели? Но почему вы не уничтожили портал? Мансов скривился, как от зубной боли. Вина за это лежит только на мне. Я поступил, как последний идиот. В смысле? Когда наша группа, образно говоря, протоптала тропинку на Арамиль, следующим шагом стало исследование найденного мира. Для этих целей был построен флайер, отлично приспособленный к местным условиям. После чего я вместе с товарищем отправился на разведку. Довольно быстро мы наткнулись на одну из воздушных ферм и вступили в контакт. Островитяне знали немного, но полученной информации хватило, чтобы сделать правильные выводы. Проанализировав направление воздушных потоков, нам удалось вычислить примерное месторасположение шпиля и спустя всего несколько дней найти сам город. Скажу честно, я был потрясен увиденным. Конечно, налицо имелась серьезная деградация наук и общественных институтов, но местным жителям удалось создать свой уникальный мир, необычный и очень привлекательный. После чего вы решили дезертировать? Да. Не сразу, конечно. Когда пришел приказ об эвакуации, я понял, что не могу оставаться на Терри. Что меня ожидало в цитадели теперь, когда работа всей жизни оказалась пущена коту под хвост? Жалкое прозябание в конструкторском бюро или на производстве? Геройская смерть в бою вас не устраивала? Если гибель могла что-то изменить... Великолепная отговорка. Впрочем, не мне вас судить, я сам не захотел умереть красиво. Но все-таки, почему вы не закрыли портал? Можешь смеяться, но до недавнего времени я был уверен, что закрыл его. То есть... На демонтаж установки времени не было. Мы с минуту на минуту ожидали вторжения. Был отдан приказ заминировать основные узлы и взорвать центр. Саперы, сделав свою работу, ушли вместе с охраной комплекса на защиту Южного Арсенала. Я получил электронный ключ от детонаторов и приготовился уничтожить все, что осталось, как только последний сотрудник покинет помещение. Почему же вы этого не сделали? Сам не понимаю, как так получилось. Я очень торопился, был страшно напуган. Мне нужна была небольшая отсрочка, чтобы успеть собрать необходимые вещи и перенести на флайер. Подозреваю, что перепутал последовательность команд при наборе или просто забыл нажать кнопку «Ввод». Значит, портал оставался открытым все эти годы. Но ведь для поддержания работы наверное требуется море энергии. На самом деле нет. Чтобы пробить канал в ткани пространства, ее действительно нужно много. Но для всего остального достаточно одного стокиловаттного изотопного реактора. Значит, после вашего бегства чужие по какой-то причине не смогли обнаружить дверь ровно до того момента, как я замолчал и закусил губу. — Думаю, настал аппарат твоего рассказа, Тимур. Манцев посмотрел на меня. — Или это секрет? — Было бы что скрывать, буртнул я и быстро пересказал свою историю. Илья слушал молча, нервно пощипывая подбородок. — Тебе очень повезло, — резюмировал он в конце. — Возможно. — Но может, не все так страшно? Мы же не знаем наверняка, нашли они портал или нет. — Увы. — В том, что он обнаружен, нет никаких сомнений. — Есть доказательства? — резко спросила Таня. — Да. Манцев встал, положил тигру на кровать и несколько раз прошелся по комнате из конца в конец. — Дело в том, что в данный момент я занимаю пост тайного советника при Совете порядка конклава дожей и, следовательно, имею доступ ко всей информации, поступающей в секретариат правительства. Главная новость, которая еще не стала достоянием общественности, заключается в том, что фермы практически перестали прилетать в город. Уже десять дней, как доки стоят пустые. — А ведь верно, — задумчиво протянул Таня. — Я тоже вчера обратил внимание, что у причалов нет островов, но не придала этому значения. — Они перехватывают фермы? — спросил я. — Вне всякого сомнения. — Но зачем? — А вот это нам и предстоит выяснить. — Нам? — Нам. Мне и тебе. И Тане, если она согласится помочь. — С какой-то стати, — разозлился я. — В конце концов, не моя вина в том, что чужие оказались здесь. Ты привел их за собой. — Но именно вы не закрыли дверь. — Верно. — Но ты ведь солдат, а мне очень нужен помощник, знающий с какой стороны у пушки ствол. Я больше не хочу воевать. — Но война уже идет. Неужели непонятно? Еще пару месяцев блокады и в городе начнется голод. А если чужаки решат атаковать шпиль в открытую? В распоряжении дожи, конечно, есть десяток древних флайеров. Но когда в Алькирии начнут расстреливать острова из плазменных пушек, их вряд ли удастся остановить. Я сжал зубы, вспомнив, как легко сумел уничтожить Дикарский остров. — Простите, Илья, — медленно сказал Тане. — Разве мы можем что-нибудь сделать? Я, конечно, никогда не видел этих ужасных машин, но если верить рассказам Тимура, справиться с ними очень сложно. — Верно, барышня, — Мансов кивнул. — Но не все так безнадежно. Если нам удастся подобраться к порталу достаточно близко, я легко выведу его из строя. — Как? — криво усмехнувшись, спросил я. — Закидав грязью? — У меня есть веретено. А у Таниной мамы целый ткацкий станок. И что с того? — Веретено. Сверхзвуковая крылатая ракета третьего поколения. — Хм... Это несколько меняет дело. И как вы планируете ее использовать? — Запустить через портал внутрь комплекса. Боеголовка содержит 30 килограмм эперита. Этого хватит, чтобы разнести к чертям всю установку. Звучит заманчиво. — Еще как. — Не думаю, что нас подпустят к порталу. Прорвемся силой. В любом случае, сначала нужно провести разведку. Мой флайер готов вылететь в любую минуту. Осталось только набрать экипаж. — А если мы не согласимся? — Плохо, но не фатально. Возьму кого-нибудь из стражников. Правда, придется потратить несколько дней на подготовку. А время сейчас ценится на вес золота. Я закрыл глаза. В голове было пусто. Страшно не хотелось принимать предложение Манцева, но с другой стороны особого выбора не было. Находись мы на поверхности планеты, можно было забиться в какую-нибудь щель, надеясь на то, что все обойдется. Но когда под ногами колышется хлипкая твердь летающего острова, понятие безопасность становится зыбкой и расплывчатой, словно утренний туман. — А что они делают с захваченными людьми? — внезапно спросила Таня. — Дело в том, что мой дом, мой прежний дом сейчас плывет в кольцевом течении. — Понимаю ваши опасения. Илья кивнул. — Как давно он отправился в полет? — Около двух месяцев назад. — Быстро ответил я. — Тогда с ними все должно быть в порядке. — Не думаю, что чужие специально прочесывают пространство. Скорее всего, валькирии дежурят в определенном секторе, перехватывая острова, пролетающие мимо. — Значит, еще треть цикла вы можете не беспокоиться, но потом... — Понимаю. Таня закусила губу и отвернулась. — Какова наша роль в предстоящей экспедиции? — спросил я. — Во-первых, вы, Тимур, можете стать вторым пилотом. — Но я не умею управлять флайером. — А машиной? — Да, конечно. — Тогда нет проблем. — Хорошо, поверю на слово. — А что во-вторых? — В случае боя вы будете стрелком. — Машина вооружена? — Естественно. — Три авиационные плазменные пушки с системой электронного прицеливания. — Хватит, чтобы отбиться от пары валькирий. — Звучит заманчиво. — Как долго продлится полет? — Дня четыре, не больше. Путь от шпиля до окна портала займет около полутора суток. Разведаем обстановку, по возможности не ввязываясь в драку. После чего вернемся домой и предоставим собранную информацию к Анклаву. — Надеюсь, что дужи согласятся устроить карательную экспедицию и выделят для этих целей свои флайеры. Тогда мы, атаковав всеми силами, запечатаем портал раз и навсегда. — Но если врагов окажется больше? — Не думаю. Вспомни, чужие всегда предпочитали воевать наземными войсками. Валькирии использовались редко, даже для проведения крупных операций. — Ребята говорили, это потому, что они слишком сложны в производстве. — Правильно. При всем могуществе пришельцы так и не смогли построить большое количество летательных аппаратов. Вряд ли они держат здесь крупные силы. Воевать тут особо не с кем. — Надеюсь, вы знаете, что говорите. — Ладно, я согласен. — Я тоже. — Решительно заявила Таня. — Отлично. Тогда не будем терять времени. — Эй, полегче. Нам еще нужно уговорить хозяйку взять тигру на временное содержание и собрать вещи. И так далее. — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Продолжение следует... Продолжение следует...